Девушки отдыхают Да, после 24 февраля ситуация в регионе стала более напряженной. Если будет необходимо, мы будем защищать независимость Латвии. Обычные будни военного — это обучение и еще раз обучение, чтобы быть готовыми к любым сюрпризам. Направо от нас — рота литовцев. К ним прикомандирована батарея артиллеристов из США. Это традиционная роль полевой артиллерии — поддержать братьев и сестер по оружию в бою и на тренировочном поле. Тут нас ждет финальное задание. Это главный рубеж, где мы должны полностью остановить противника и окончательно его разгромить. Конечно, в будущем я хочу продвинуться по карьерной лестнице. Но сейчас моя цель — находиться здесь и защищать эту страну, защищать НАТО. Добрый день. Это программа «Балтия». Меня зовут Илова Эверта. Действительно ли НАТО сможет защитить нас? После нападения России на Украину люди в Латвии, Литве и Эстонии регулярно задаются этим вопросом. Жителей Балтии успокаивают генералы Североатлантического альянса. Они уверены, что НАТО не предаст союзников и способны дать отпор любому врагу. Не случайно учения проходят почти непрерывно. И сегодня мы хотим показать, как протекает жизнь на военной базе Аадажи под Ригой. Там живут и тренируются солдаты латвийской армии и других стран альянса. Сценарий следующий. На полигоне сегодня тренируются сразу несколько подразделений. Впереди идут разведчики, которые должны выявить противника. Они передают координаты, подключается поддержка с воздуха и артиллерия. Дальше в дело вступают механизированные части. Вначале они огнем останавливают противника, заставляют его развернуться. А потом мы совершаем маневр, организованно отступаем, уводим противника за собой, заставляем его менять первоначальное направление атаки. В конце концов мы блокируем противника, останавливаем его и уничтожаем. Продолжение следует... Готов! Давай, готов! Веди по огуре. Смагайся. Готов! Наша задача научиться понимать друг друга и наладить сотрудничество между различными подразделениями на уровне батальона. Смагайся. Баби, ты без стресса. Ты съелец гашку. У нас на учениях подразделения из разных стран. Направо от нас рота литовцев. К ним прикомандирована батарея артиллеристов из США. В воздухе работают также американцы на самолетах и вертолетах. И здесь же латвийское ополчение со своими минометами. В общем, много разных частей, поэтому нам очень важна на этих маневрах интеграция, слаженность, чтобы все подразделения работали как одно целое. Приятного аппетита. Поехали! Поехали! Сегодня мы проводим учения с боевой стрельбой. Мы прикрываем маневры нашей пехоты. Это традиционная роль пылевой артиллерии — поддержать братьев и сестер по оружию в бою и на тренировочном поле. Наша задача — создать заградительный огонь, чтобы они могли успешно выполнить свою часть работы. Вот эта разница между боевой стрельбой и стрельбой в сухую — это стрельба без боеприпасов. Сухую мы стреляем, чтобы проверить наши навыки, убедиться, что никто не допускает ошибок и не пропускает команду, что все находятся на своих местах, что цель наведена правильно, что все безопасно и все работает. И в конце концов, при общей слаженности, мы попадем прямо в цель. Важно слушать команды. Не все так орут, но есть люди, которые должны так кричать. Когда я даю команду, должна быть обратная связь. Я должен быть уверен, что они понимают команду и делают все правильно. Национальная гвардия Мичигана сотрудничает с Латвией уже более 20 лет. Впервые я приезжал сюда на учения как раз 20 лет назад. Я тогда еще был лейтенантом. В этом году я прибыл уже вместе с дивизионом пылевой артиллерии США. Что значит дивизион? Вот настолько уже вырос масштаб учений. А начинали мы с малого, с одного-двух расчетов. Да даже индивидуально. В этом и есть наша сила. В способности сотрудничать и находить общий язык со всеми союзниками по НАТО. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тактическая батальонная группа НАТО в Латвии находится уже 5 лет. Сейчас группу формируют 9 государств. У нас тут контингент из Албании, Чехии, Словении, Словакии, Канады, Италии, Испании, Черногория и Польши. Да, после 24 февраля ситуация в регионе стала более напряженной. Здесь, в Латвии, наша миссия остается неизменной. Мы здесь как силы сдерживания. Если будет необходимо, мы будем защищать независимость Латвии. Латвии! За последние месяцы сюда прибыло новое пополнение. Канада прислала артиллерийскую батарею, также поступила и Испания. Мы немного усилились. Испания. 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 боеготовности. У боевой группы в Латвии есть все необходимое, чтобы осуществить миссию. Мы готовы, мы часть НАТО, и это наша цель. Продолжение следует... На предыдущих позициях мы успешно выполнили свою задачу. Получив команду, мы уничтожили мнимого противника, отступили, уничтожили неприятеля еще на одной позиции и, получив разрешение, отступили по плану вот сюда. Тут нас ждет финальное задание. Это главный рубеж, где мы должны полностью остановить противника и окончательно его разгромить. Это самые укрепленные позиции, тут глубокие окопы, и тут будет самая интенсивная стрельба. Здесь мы используем больше всего оружия. Здесь у нас есть большая шауааа, и уничтожили к нам. Коммуникация Коммуникация – это самое важное. У нас есть связь, перед этим отработаны различные процедуры, чтобы все прошло гладко, без недоразумений. Обычно перед заданием есть и сухой раунд, без стрельбы, чтобы тогда, когда мы тренируемся, стреляя по-настоящему, не было никакой путаницы. Сухой раунд мы прошли вчера, и сегодня боевая стрельба проходит по плану. Продолжение следует... Продолжение следует... В течение года такие большие учения, где отрабатываются маневры на уровне батальона и выше, проводятся примерно четыре раза. Продолжение следует... Сейчас солдаты видят, что это реально происходит в наши дни, и видят на примере этого конфликта, чему мы должны учиться и что применять на своих учениях, например, те же дроны. Продолжение следует... 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 Когда страны Балтии принимали решение о вступлении в блок НАТО, это воспринималось как жесть солидарности. Никто ни с кем не собирался воевать. Но агрессия России в Украине кардинально изменила ситуацию. Стало понятно, что балтийские страны видят угрозу своей безопасности и готовы защищаться. Это была программа Балтия. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok